Да, матрас действительно всегда здорово, особенно... Ну не всегда точнее. Не всегда, потому что однажды я ехал в поезде, и на второй полке у меня начал падать матрас. Я был маленький. И ты вместе с ним? Он меня тянул за собой, я боялся кого-нибудь разбудить. И что ты сделал? Ничего. Упал? Я его кинул на пол, потом так закинул обратно и лёг спать. Ну а что было делать? Ну он тянул меня за собой. Живой матрас. Ну а мы движемся далее. Красноярская детская железная дорога функционирует вот уже много десятков лет ежегодно. Мальчиков и девочек, юношей и девушек привлекает профессия железнодорожников. И они не только проводят там много времени, но и соревнуются в конкурсе «Лучший по профессии». В вагонах поездов детской железной дороги Красноярска сегодня нет свободных мест. Всё потому, что юные железнодорожники участвуют в конкурсе «Лучший по профессии». Дежурный по станции, проводник вагона, начальник поезда или даже машинист. Вот далеко не полный перечень профессий, в которых соревнуются школьники на ежегодном конкурсе. Все участники в настоящей униформе РЖД. Алексея романтика дорог привлекла вслед за старшим братом. Меня предложили сюда прийти, когда мне исполнилось 10 лет. Я поначалу отказался, потому что мне показалось это неинтересным. Но потом, хорошенько подумав, я решил всё-таки попробовать. И вот, я вот уже работаю шестой год и достиг должности машиниста. Первый этап конкурса – творческий. Юноши и девушки покоряли жюри эстрадным вокалом, танцами, стихотворениями и даже фокусами с числами. Умножьте на 50 и прибавьте порядком номер месяца. И скажите мне число получившееся. Конкурс практически прошёл, уже прошёл сейчас, часть прошла. Значит, они смотрели неисправность. Сейчас они будут во второй части, после теории, они будут подавать под состав. Здесь признаются, сцепить вагоны так, чтобы не пролить стакан с водой, получится далеко не с первого раза даже у взрослых. Юные машинисты по очереди демонстрируют высший пилотаж, пусть и на мини-локомотивах. Я в конкурсе «Лучше по профессии» участвую в номинации «Начальник поезда». А почему именно «Начальник поезда»? Мне очень нравится эта профессия, потому что он ответственный за весь состав. Он руководит всеми проводниками, проверяет чистоту всех вагонов. В тени деревьев Центрального парка в течение всего лета можно совершить железнодорожную прогулку под управлением детей. Красноярская детская железная дорога является старейшей в стране. Ее построили еще в 1936 году. После реконструкции в 2006 появились новые станции и увеличилось количество ученических мест. Всего за 70 лет существования подготовлено 7 тысяч выпускников. По статистике, треть из них выбирает профессию железнодорожника. До 28 августа у вас еще есть возможность прокатиться от станции «Юбилейная» до «Конечная мечта». В очередной раз детская железная дорога откроет свои двери уже следующим летом. Приятного вам пути! Мне кажется, здорово, что есть такая вот железная дорога, которая может детей занять в летнее время. А что делать детям, которые, скажем, ну не успели записаться в всю команду железнодорожников? Ты знаешь, все чаще современные дети проводят свое время перед экранами компьютеров. Видите, это же нехорошо. Играют в игры. Ну, нельзя сказать, что это плохо, но есть альтернатива, которая помогает развиваться и умственно-физично, например, дворовые игры.